Спасибо, добрый вечер. Здравствуйте. Мы надеемся, что сегодня здесь находятся все те, кто не был здесь 25-го. Особых изменений не будет. В силу, как бы, так сказать, разных причин. Ой, сейчас. А то вдруг как зажужжит. Ну, давай, дальше поговорим. Как это нелегко переживать покой, Осознавать, что ты не всюду побывал, А где-то далеко за каменной грядой Друзья тебя зовут с собой на перевал, А где-то далеко за каменной грядой Друзья тебя зовут с собой на перевал. Им трудно без тебя, а ты сегодня хмур, Как будто арабев. Ты правды не сказал, А пальцы теребят Лавинный красный шнур, Лавинный красный шнур, который, друг, тебе на пояс повязал. Над перевалом вновь закружится пурган, Но если рядом, друг, тебе во всем везет, Пусть для тебя готов заснеженный курган, Поверь мне, он еще немного подождет. Пусть для тебя готов заснеженный курган, Поверь мне, он еще немного подождет. А может, вовсе нет волшебного руна, И в субботоке дни упущен верный путь, Но где-то есть во мне звенящая струна, Которая сейчас мне не дает уснуть. Но где-то есть во мне звенящая струна, Которая сейчас мне не дает уснуть. Никто не устоит перед судьбой такой, Надеяться и ждать, чтоб снова день настал, Когда друзья твои за каменной грядой Вернутся покорить невзятый перевал. Когда друзья твои за каменной грядой Вернутся покорить невзятый перевал. Спасибо. Спасибо большое. В общем, что за... А нет, просто есть две просьбы к звукооператору. Вот я его почти не слышу у Михаила. Я не знаю, как в зале. В зале, может быть, нормально. Вот. А второе. А можно свет в зале Вот какой-то маленький дать, Если это возможно? Вот чуть-чуть так. Вот так. Так, наверное, всем будет удобнее. Вот так. Да. Потому что мы что-то тогда видим. Видим вас. А это очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Да. В общем, мы будем петь вполне определенную программу. Это я сразу к тому, если вдруг кто-то захочет что-то заказать, кроме съестного и... Вот. Или петейного. То мы можем сказать сразу, что это не получится. Потому что мы готовили вполне определенную программу. Она, смею вас уверить, она практически охватит все ваши мыслимые, скажем так, здравомыслимые желания в смысле наших песен. Вот. Мы не будем ничего неожиданного для себя исполнять, потому что просто не хочется делать это нехорошо. А поскольку, в общем, вдвоем мы не пели очень-очень давно, и делаем это крайне редко, то, в общем, мы готовили вполне определенный, хотя и большой список. Вот. Начали мы с песни, которую обычно заканчиваем. Наши концерты тоже, в общем, не случайно. Во-первых, для самоутверждения, в первую очередь. Поскольку, кроме всего прочего, в общем, с этой песней связана одна история, кому-то известная, кому-то, может быть, нет. В 88-м году мы исполняли ее на концерте, в 88-м, подчеркиваю. Исполняли ее на концерте в городе Таллине. Нас туда пригласил местный клуб авторской песни «Ля капля». И после концерта к нам подходит руководительница этого клуба, милая девушка, и говорит, ребята, а вот песня последней вы пели, это чья? Мы говорим, ну как чья? Как и все остальные, наши. Девушка так вздохнула, говорит, да. Говорит, а мы думали, вы уже умерли. Поэтому мы тогда почувствовали себя причастными, значит, так сказать, ну если не к лику святых, но, в общем, как бы, так сказать, уже так перешедшими, так сказать, в некий такой небесный эшелон авторской песни. Вот, поэтому мы исполнили ее сейчас для такого собственного, что называется, утверждения. Начнем мы концерт со следующего. Мы сначала долго решали все-таки, вот какие песни петь, там, в каком порядке. Это всегда очень так непросто. Особенно, когда у нас вообще никогда откатанной особо программы не было. Вот, поскольку для нас это всегда было в большей степени хобби, нежели чем что-то еще. Так вот, мы вспомнили, что когда мы готовили диск «Избранное», нами в интернет был запущен такой список наших песен, и мы попросили всех, кому это интересно, просто расставить песни в каком-то порядке, то есть, вот, выбрать, так сказать, самые любимые песни, которые у нас есть. И сегодня, вашему вниманию, в начале нашего концерта, это займет почти все первое отделение, потом там еще немножко добавим, но вот в начале, скажем так, первого отделения, мы вам исполним некий такой хит-парад. Если хотите, его можно называть так. Из десяти песен, которые в свое время, когда-то там, относительно уже давно, вот, были вот выстроены таким образом. И на десятом почетном месте этого импровизированного хит-парада находится песня «Мой друг». Мой друг, все приходит с годами, покой и надежность На круг, что накоплено нами, Шепот речки Таежной, На круг Речи верных подруг И неверные плечи. Мой друг Канул день в пустоту, Приближается вечер Куда Катится дни череда По годам Постой Ты не вернешься сюда Некогда Что есть Все приходит с годами Успех и болезнь Ты весь В ожидании славы Так подчас бесполезной Ты весь В ожидании счастья А счастье мгновенно Для нас Это счастье сейчас Говорит откровенно Куда Катится дни череда По годам Постой Ты не вернешься сюда Некогда Поверь Все приходит с годами Намечены сроки Потери Долгожданных признаний Большей частью жестоких Как лед Понимание судеб Покинутых женщин Придет Все приходит с годами Их все меньше И меньше Куда Катится дни череда По годам Постой Ты не вернешься сюда Некогда Увы Все уходит с годами На поиски смысла А вы Не согласные с нами Вы друзья Оптимисты Но когда Когда Вниз по речке Таежной Уйдет теплоходик Догнать Все с годами Возможно Только годы Проходят Вот беда Куда Катится дни череда По годам Постой Ты не вернешься сюда Некогда Куда Катится дни череда По годам Постой Ты не вернешься сюда Рад бы некуда Рад бы некуда Рад бы некуда Наверное Одна из тех Которые были написаны Высокие 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 Он высокий Ему высокие нужны Да Мне полненькие Низкую середину Пожалуйста Я с тобой в переживе поговорю Я задумался Ты меня сбил Так вот Песня Которая Написана Наверное Быстрее всех Из тех Что мы писали На нее понадобилось Полчаса Написана Она была На борту теплохода Рославль В городе Петропавловск-Камчатский Нам там Предоставили Каюту На полчаса Чтобы мы Передохнули Перед концертом И вот мы написали Такую чукотскую песню На Камчатке Чукотскую Потому что Она написана В точности С законом Что вижу То и пою Вот Глядели В круглый Иллюминатор И вот Песня Сочинилась В общем Собственно говоря По-моему Петропавловск-Камчатском До сих пор На радио Исполняется По крайней мере Как нам рассказывали Его жители Была у нас Возможность Тогда же Ее там Записать В Авачинской Бухте В Авачинской Бухте Туман Вулкан Угры И глубины На семерах Сеть Паутины В каютах Покой И уют На рейде Стоит Караван И Как завершение Картины Апрель Набухающей Льдины Проходит От бака Нают На рейде Стоит Караван И Как завершение Картины Апрель Набухающей Льдины Проходит От бака Нают По В Авачинской Бухте Набуха Набуха Сутками Кружит Набуха 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 Небо Полярного Полок Там Льдино Трезвляющий Холод Проходит От бака Набуха 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 В Авачинской Бухте А впрочем, мы скажем иначе, Поверь, возвратятся овачи В родные края корабли Камчатского солнца блесна Сверкнет сквозь усталые мачты, Желая тепла и удачи Всем жителям этой земли Камчатского солнца блесна Сверкнет сквозь усталые мачты, Желая тепла и удачи Всем жителям этой земли В то время, когда Грушинский фестиваль был еще Грушинским фестивалем Когда он был Да, и когда нас туда еще приглашали Теперь не приглашают, помнят Как в том анекдоте Не позвали Не позвали, помнят Так вот, мы иногда имели честь быть приглашенными на зимний Крушинский фестиваль А поскольку бывали часто в городе Самаре В общем, так сказать, с 87-го года практически каждый год и не по одному разу То наши друзья всегда старались нам сделать какой-нибудь сюрприз Их было масса за это время И в шторм на яхте катали И с аквалангом, значит, так сказать, Волгу запускали Но это не зимой все было, понятно А тогда, в ту самую зиму Нам предложили полетать на самолете И, в общем, назад пути не было Как бы так неудобно сказать Что, да ладно, там Перестаньте Мы сказали, да, ну на самолете, конечно, на самолете Чего нет-то? И вот нас отвезли на берег Волги Вот там, значит, соответственно, такая импровизированная взлетно-посадочная полоса по льду Вот стоит такой гидросамолет, переделанный на зимний вариант Вот, инструктор, конечно Потому что, ну что ж там И вот у нас, наверное, с Сашкой у каждого было минут 15 Этого полета Вот я отлично помню свои ощущения Самолет двухместный просто Да, самолет двухместный Инструктор и кто-то из нас Вот И, ну, если бы мы полетели бы вместе, мы сейчас не разговаривали, это точно Мы бы не взлетели Да Ну, мы бы разогнались бы так, что тоже бы не разговаривали Погоняли бы по льду, да и все Да Вот Там Дальше склон был, в общем, да, все равно Так вот Суть в том, что Когда вот мы взлетели с инструктором То есть мы взлетели Я и трактор, да Когда мы, значит, с инструктором взлетели Вот И уже так пошли над Волгой Внизу такие людишки такие какие-то там на лыжах катаются Вот Все так красиво Инструктор накнулся надо мной И на уху мне так говорит Тихо Он говорит Резких движений, говорит Не совершай Я управление переключил на тебя Я, значит, тут ручку-то хвать Значит, который там не штурвал, значит А вот, значит Ручка или там рука А эти управления Те, кто там знают, могут сказать Как это правильно называется У меня все из головы вылетело сразу Абсолютно Я так вот чуть-чуть в одну сторону Там совсем-совсем Самолет так раз Я в другую так тоже Я так сижу и говорю себе Это симулятор Это симулятор, говорю я И вот все время, пока он управление на себя не переключил Я все время себе это и говорил Что это симулятор Вот Потому что, в общем, так было не по себе Восторг был просто необычайный Когда самолет приземлился Не от того, что он приземлился Нет От того, что вот было вот это вот Счастье вот этого полета Абсолютно Совершенно не похоже было, так сказать На там Большом этой железной дурец Которая летает Там вообще как в автобусе Ну, села, она улетела и прилетела Фу-фу-фу Вот Но А там совсем как бы Другая абсолютно история Вот Мы были безумно, так сказать Там Счастливы И прошло чуть больше года И мы узнали, что самолет этот разбился И погибли друзья наших друзей Они просто не смогли его посадить Вот Так Так сложилось Вот В общем Еще немного времени И из программы Время Мы вдруг узнаем Что погиб наш инструктор Оказалось, что это был Ни много, ни мало Герой Советского Союза Летчик Ведущий летчик-испытатель Самарского авиационного завода Уже потом Когда мы говорили С нашими ребятами Мы говорим А как же вот такого Такого человека Значит там Посадили с нами в самолет Они говорят А что же мы Кому угодно Вас могли что-ли посадить Значит Мы договорились Так сказать Там Везде есть друзья То есть вот Оказывается Пилот Который нам Небо-то подарило В общем Был таким Очень заслуженным Человеком В общем Далеко не самым Последним В этой Авиационной Промышленности Авиационной истории Самары Люди ушли К сожалению Самолету Больше этого Нет А песня Осталась Аэроплан Аэроплан Сменил на лыжи Поплавки Застрекотал Мотор И поднял Стрекозу Седое небо Перетянуто Внизу Топографической Полоской У реки Земля И небо Бесконечная Вражда Встречают Рёвом Век Высоких Скоростей Сжимая Время И коверка Я Масштаб Земных Забот Людских Страданий И Срастей Ты там Внизу Где день за днём Февральский лёд По берегам Срезает Высокший Камыш А я Касаясь Неба Кончик Камелыш Скольжу В пространстве Словно Гидросамолёт Он Заводелка Он Немного Неуклюж Он Разобьётся При посадке Через год И Будет Долго Дождь Стучаться В дверь И луж Их Не откроют Он Заплачет И уйдёт Ну Ну А пока Немного Вверх И По Прямой Инструктор Мой Не любит Глупых Виражей Но Я Видать Поднадоел Ему Уже И Мы Ложимся На крыло Пора Домой И Покачнётся Уменьшаясь Горизонт И Побежит В другую Сторону Земля И Приземлившись Я пойму Что Это Сон Ты Подойдёшь И Тихо Скажешь Это Я Мы Будем Рады Суете Привычных Дней Где Нет Ни Неба Ни Земли Одна Вода Настолько Раз Несло Течением Сюда Где Есть Воздушные Океаны Мы На Дне А Где То Рядом Пролегает Полоса И Щито Крылья Растворяются Во Мгле О Плюса Мои Свободы Небеса И Ты Любимая Привыкшая К Земле О Плюса Мои Свободы Небеса И Ты Любимая Спасибо Песня, которая прозвучит сейчас, в свое время была написана на заказ. Более того, посвящена она ректору нашего педагогического института Александру Дмитриевичу Бабарыкину. Это был замечательный человек. В свое время он покорил нас тем, что когда мы уже поступили в институт и были в составе институтской театра-студии агентоконцертной бригады, И вот на первом курсе мы были, был спектакль, который показывал театр-студия, ну соответственно, так сказать, там весь бумонт института на нем присутствовал, там парткомы, обкомы, райкомы, профсоюзы, ну и ректорат. Вот все в конце ушли, а ректор остался и сказал, что ему так все очень понравилось, он хотел бы тоже, так сказать, внести свой вклад в этот вечер, поэтому, если бы мы не возражали, он почитал бы нам стихи. Никто не возражал, понятное дело. И вот ректор нашего института начал нам читать стихи, это было Ахматова, Гумилев, Цветаева, вообще на дворе был 1980 год. Так на секундочку, как бы так сказать, все начали переглядываться. Да ладно, что там переглядываться. Переглядываться, переглядываться, ну вот, так сказать, я это точно могу сказать, потому что имел, как бы так сказать, в те годы, но вот пару симпатичных бесед на тему, как бы так сказать, подобного творчества с ответственными товарищами. Поэтому, так сказать, переглядывались, вот, и думали, так сказать, что происходит. Вообще происходило ничего, просто ректор читал Ахматова и Гумилева. И мы его очень уважали, не только за это, конечно. И поэтому это был, наверное, единственный человек, которому, когда он уходил из института, на нашей, так сказать, памяти, когда мы были студентами, театр-студия решила сделать такой подарок, бенефис. То есть некое такое представление в честь одного человека. У нас это делалось только для выпускников театра-студии, больше практически ни для кого. И вот наш руководитель, Юрий Иванович Виноградов, который очень много нас научил в этой жизни, он подошел там, а мы тогда уже, всем было известно, что мы пишем песни, и говорит, ребята, типа, задание такое, нам вам нужно написать песню, завершающую все это действие. То есть фактически посвященную Александру Дмитриевичу. Мы говорим, ну раз надо, значит надо. А на заказ вообще писать очень интересно, потому что тут самое важное сделать так, чтобы потом никто не понял, что эта песня написана на заказ. И прошло какое-то время, не за день это появилось. Саша написал чудесную музыку. Я написал нормальный текст, который, как нам кажется, нормально ложиться на эту мелодию. И появилась песня, которая называется «Вечер большого дня». Вечер большого дня Отзвенят дожди тревог, настанет срок узнать итог. Поднялся сад в твоих глазах, сверкнет слеза и пусть. Проходят годы, хороводом дни и дат. Летит с седой метелью время по следам. Ты на снег не гляди, словно свет впереди у нас. Только жизнь, вечер, вечер, вечер большого дня. Знаю я, наступит день, и будет свет, и смех детей. Дети Заменят нас Ветер стих Любой из них найдет родник, посадит сад и вновь Деревья бросят семена и встанет лес И ты поймешь, что часть души оставил здесь. Шум листвы на заре Это ты, ты поверь, это жизнь. Ну и пусть проходят годы, хороводом дни и дат. Летит с седой метелью время по следам. Ты на снег не гляди, словно свет впереди у нас. Только жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Проходят годы, хороводом дни и дат. Летит с седой метелью время по следам. Ты на снег не гляди, словно свет впереди у нас. Только жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое. На самом деле, исполнением этой песни мы, в общем, повесили определенное такое ружье, которое должно выстрелить в конце спектакля, в третьем акте. Поскольку для тех, кто наше творчество знает, теперь есть большой вопрос. Интересно. Одну песню, которую они завершали перевал, уже спели, вечер большого дня спели тоже. Что же там такое тогда получается? Там есть что спеть, но до этого еще идти и идти. На шестом месте нашего хит-парада находится песня, не имеющая отношения ни к району города Санкт-Петербурга, ни к району города, я так понимаю, Москва. У вас тоже, наверное, есть юго-запад? Почему-то есть целая группа людей, которые с маниакальной настойчивостью, не обращая внимания на то, что в песне однозначно говорится о полете на самолете, все равно считают, что так или иначе строчка от тебя на юго-запад имеет непосредственное отношение к тому или другому району, либо Санкт-Петербурга, либо Москвы. А я подозреваю, что, поскольку достаточно расхожее явление, то в остальных больших городах тоже такое есть. Но, тем не менее, песня написана... Ксюша Стриж, кстати, тоже, когда мы, так сказать, спели, а О, говорит, у вас тоже юго-запад есть в Петербурге? Ну вот, да. А на самом деле песня была изначально задумана в городе Норильске и практически завершена во время полета, перелета из Норильска. Но мы летели как раз в Москву, на самом деле, так сказать, тогда, потому что через Москву летели, в Питер. Вот, поэтому, если быть честным до конца, то летели мы сюда, к вам. Хотя в голове подразумевали, что в Санкт-Петербург, тогда еще в Ленинград. Нет, вру. Тогда, уже тогда в Санкт-Петербург. А я не помню, кстати говоря, куда мы летели. Не помню, да. Это был большой Ил-86, там летело очень много пьяных вахтовиков. Мы боялись, что они начнут раскачивать самолет. Вот мы-то летели с фестиваля такие грустные, а они были веселые, они летели домой. Но песня не об этом. Да вы тоже были веселые, нормальные. От тебя на юго-запад. От тебя на юго-запад Мне лететь в осенний город Оборвался так внезапно Ненаписанный роман Не оконченная пьеса Не задернутые шторы А за окнами завесой Светлый северный туман А будет ли это встреча? Надеюсь, зима не вечно По метеосводкам пурга Не сможет кружить бесконечно Стирая твой образ, а вдруг Навсегда от тебя На юго-запад Где с рождения все знакомо Поднимусь в ночи по трапу И шагну за горизонт Край, где вечно правит осень Ставший пристанью и домом Ни о чем меня не спросит Сон прошел, а был ли сон Когда-то снега растают Кто помнит об этом, знает Один полуночный звонок Который и не забывают Наливе вина, ну так сделай глоток Но не будет слез и писем Телефонных разговоров Этот лист остался чистым Белой розы лепесток Растворяется в тумане То ли реки, то ли горы И зовет меня и манит Снежный северо-восток Помочь бы себе Да нечем Что ж время меня Не лечит Поверь мне, слепая пурга Не сможет кружить бесконечно Стирает твой образ А вдруг навсегда От тебя На юго-запад Я лечу в осенний город Оборвался так внезапно Ненаписанный роман Не оконченная пьеса Не задернутые шторы А за окнами завесой Светлый северный туман Светлый северный туман Спасибо В 1984 году Мы заканчивали институт И песня, которая прозвучит сейчас В общем В последние годы Но в последние годы Она вообще редко что исполнялась Поскольку Саша пять лет Как уже живет в Соединенных Штатах Но вот Когда мы так достаточно активно Там выступали В общем пели мы ее не часто Вот А вот В этом В этой десятке Она вот оказалась На целом пятом месте Написали мы ее В общем сами себе И своим друзьям Которые институт заканчивали И в общем мы тогда понимали Что наши пути разойдутся Все разлетятся По разным там городам и весям Вот И вполне возможно Что со многими Ты уже не увидишься Наверное никогда Прощальный вальс 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 Все еще сбудется Каждый пустя Хмурится брось Удивительный факт То что у нас Слезы у глаз Впрочем не надо Расстроганных фраз Все понимаем и так Впрочем не надо Расстроганных фраз Все понимаем и так Все понимаем А в горле комок Что-то теряем А взять под замок Нам не суметь Хочется петь Вместе нам жизнь По отдельности смерть Часто кто честен Жесток Не присягали На верность друзьям Знали врагов Но жалели А зря Как ни суди Все впереди Друг Это значит Что ты не один Нам в одиночку нельзя Друг Это значит Что ты не один Нам в одиночку нельзя Нас не разлучит Ни север, ни юг Что может лучше быть Зной или в юг Словом прощай Не обещай Им письма писать Поскорей приезжай Все еще сбудется, друг Нас еще ждут Поскорей приезжай Все еще сбудется, друг Нас еще ждут Поскорей приезжай Все еще сбудется, друг Следующая песня Имеет самую широкую географию Написания В масштабах нашей страны Поскольку Мы ее начали писать В пионерском всероссийском Начали в Сочи Закончили в Магадане Так будет вот В пионерском лагере веселее Начали писать В пионерском лагере Орленок Вот А закончили в Магадане Вот Но не в лагере Соответственно Но там нет никакой взаимосвязи Хотя почему-то Когда мы это говорим Некоторые начинают его выстраивать Это чисто Просто сначала Мы были в одном месте Потом переехали в другое Вот А песня Соответственно Продолжала писаться Далекий порт Качают волнами сюда ветер Ночами только млечный путь светел Там далеко Качуют звезды маяков Среди безлюдных берегов Затерян в скалах порт Далеко Качают звезды маяков Среди безлюдных берегов Затерян в скалах порт Пустые причалы В кабаках тесно На площадях Менялом нет места Там далеко Живется просто и легко Спокойным сном материков Терзает души Далеко Живется просто и легко Спокойным сном материков Терзает души Черт Здесь расстаются Чтобы жить встречей Здесь остаются Чтобы ждать Вечно там Далеко В тумане Канув за кормой Рокочет утренний прибой Остался в скалах порт Там далеко В тумане Канув за кормой Рокочет утренний прибой Остался в скалах порт В уютной бухте Вопреки штилю Волзают мачты В облака шпили Там далеко Из глубины седых веков Взмахнув приветливо рукой Девчонка парус ждет Далеко Из глубины седых веков Взмахнув приветливо рукой Девчонка парус ждет А нас уносит в океан Шквалом Нам не вернуться Просто сил мало Там далеко Качуют звезды маяков Среди безлюдных берегов Был не окончен спор Там далеко Качуют звезды маяков Тебя вернуть еще легко Затерян в скалах порт Ну мы подходим к призовой тройке Вот И на третьем месте Песня Нагадали мне Нагадали мне Потону На родной ниве Или на дону Руки протяну А на всю длину Небо дали Как пойдут круги По воде Мужики Так где же вы черти Где Вязду в пустоте Значит быть беде Эка не видать Появились мы на свет Боже вот тебе Принимай какие есть Делай выводы Говорят тогда в стране Было вот теперь Перед новым ледниковым Периодом Поколение Покорителей Космоса В магазинах Не толпилось За водкою Агентуру Зарубежного Голоса Заглушая Статистической Сводкою Вместо культа Процветала Умеренность Что умом Не вышло Взять брали Силою И народом Управляла Уверенность Перегоним И вопьем Голоси На вы Нагадали мне Потону На родной Неве Или на Дону Руки протяну А на всю Длину Небо Даль Как пойдут Круги По воде Мужики Где живые черти Где вязну В пустоте Значит быть беде Эх Не виды Есть коррупция Своя Своя Мафия В магазины Не войти Цены Лютые На Дворцовой И напротив Исакия Понадыканы Ларьки Инвалютные Отцвела В тени Газарм Наша Молодость На едином Проспиртованном Выдохе Я понял Чтобы иметь Право Голоса Надо Либо Умереть Либо Выехать Выбрал Первое Но смерть Дело Скверное Раз Начертано Пожить Да Помучаться И от этого Бессилия Наверное Остается Петь От случая К случаю Нагадали Мне Подону На родной Неве Или На дону Руки Протяну А на всю Длину Небодаль Как пойдут Круги По воде Мужики Да где же Вы черти Где Вязну В пустоте Значит Быть Беде Эка Небедаль Вроде Все давно Единой Народности Но В калаш Нырят Не с нашими Ряхами Единственный Закон Очередности Расколол Страну Березок И яхонтов И приятели Что спорили Затемно Расходившись Переулками Гулками Взяли Визу И за партии Партия Встали В очередь На вылет Из Пулкова На прощание Немного Повзорили Вроде Все Сказал Приятели На тебе Маркс Придумал Неплохую Теорию И вздохнул А что касается Практики Нагадали мне Потону На родной Неве Или на дону Руки протяну А на всю Длину Небодаль Как пойдут Круги По воде Мужики Да где же вы Черти Где Вязну В пустоте Значит Быть беде Эка Небедаль Перед вылетом Открылись Столичную Понемногу Вышло Всем Так Для шалости Не стреляли В спину Им Пограничники Кто-то С завистью Глядел Кто-то С жалостью И рванулся Самолет Канул Без следа Словно Твердую Рукой Камень Бросили Раскололось Небодаль Эка Неведаль Птицы Тянутся На юг Дело К осени Нагадали Мне Потону На родной Неве Или на дону Руки Протяну А на всю Длину Небодаль Как пойдут Круги По воде Мужики Где живые черти Где Вязну в пустоте Значит быть в беде Эка Небедаль Вязну в пустоте Значит быть в беде Эка Небедаль Аплодисменты Фестиваля Ну мы не знаем Что бы было Если мы исполнили Какую-нибудь другую Но вот Именно это Легло на сердце Виктору Семеновичу Берковскому Он тогда был Как раз Председателем Жюри Грушинского Фестиваля Есть у нас Большое подозрение Что если бы не он Вот То наверное Надо сказать И тогда бы Мы тоже пролетели бы Вот Но вот так вот Как бы случилось Что вот мы На тот момент Наши пути Как-то пересеклись И Эта песня Прозвучала Океан Океан О Мой флот Из двух кораблей Истина Как мне доплыть За твоей Пристани Быстрыми реками Странствий Мы затеялись Пространстве Была возможность Остаться Но не по мне Тихого берега Братства Как Велик Океан Велик Океан Мой флот Из двух кораблей Выстрадан Нет Нет На обжитой Земле Истина Чистой Воды Родниковой Источник С детства Знакомый Вернет Мне Веру И Слово И Не По Мне Якорной Цепи Оковы Как Велик Океан Велик Океан Мой флот Из двух кораблей Таинства Другим Не знаю А мне Нравится Равенство Право На счастье Штормами Годы Промчаться Жизнь Разделяя На части Но не по мне Раду Узнать В одночасье Как Велик Океан Велик Океан Как Сохранить Мне В пути Искренность Тебя Непросто Найти Истина Быстрыми Регами Странствий Мы Затерялись В пространстве Была Возможность Остаться Но Не По Мне Тихого Берега Братства Как Велик Океан Велик Океан Ну и наконец Венец Нашего Сегодняшнего Ну то есть не сегодняшнего Там Сколько лет Там у давности Хит-парада Незатейливая Песенка О полярной авиации Красная по борту В полоса В полосах Рощерк Авиации Полярной Нет Погоды Через полчаса Нам идти Над снежными Полями Порт Закрыли Пятый день С утра Полосу Колючим Снегом Вьюжит Экипаж У выхода На трап Ждет Лохматый Пес Митя Службы Нам Напророчено Днем Будет Солнечно Небо Увидит Земля А пока Рван Рваными Глочьями Низкая Облачность Видимость Ниже Нуля Пятый день Над тундрой Тишина Намертво Зажатая Винтами Матерно Ругаясь Штурмана Выправляют Летные Задания И Неважно Где Проложен Курс Над Чукоткой Или Над Даймыром Ждет Своей Доставки Срочный Груз Ждут Клиня Погоду Пассажиры Им Напророчено Днем Будет Солнечно Небо Увидит Земля А пока Рваными Клочьями Низкая Облачность Видимости Ниже Нуля Говорит Что Тянет К Плюсам Длинными Полетными Рублями Только Тот Кто Не Рискует Сам Борт Вести Над Снежными Полями Где-то Но Увидеть С высока Крапинки Кочующих Оленей Где Полярный Розовый Закат Хвост Хвостовое Тронет Оперение Нам Напророчено Днем Будет Солнечно Небо Увидит Земля А пока Рваными Клочьями Низкая Облачность Видимость Ниже Нуля День Полярный Близится К Концу На Столе В Каптерке Стынет Ужин Возвратился К Своему Крыльцу Одинокий Пес Митья Службы Взлетная Тревожит Полоса Красными Туманными Огнями Все В Порядке Через Полчаса Мы Пойдем Над Снежными Полями К Югу Знакомыми Аэродромами Плавно Уходит Земля Где-то Там Рваными Клочьями Низкая Облачность Видимость Ниже Нуля К Югу Знакомыми Аэродромами Плавно Уходит Земля Где-то Там Рваными Клочьями Низкая Облачность Видимость Ниже Нуля Редактор субтитров Ну Буквально Еще Троечка Петен И Мы Наверное Сделаем Небольшой Перерыв В горах Колорадо Лежали Снега В долинах Парил Июль Светлые Облака Но Ее Рука Уже Повстречала Мою И Сразу Сменили Напев Ветра И Дождь Зарядил Косой И Было Еще Далеко До Утро Но Впрочем Не В этом Соль И Было Еще Далеко До Утро Но Впрочем Не В этом Соль В Горах Колорадо Гремела Гроза Казалось Идут Бои Не Надо Но Поздно Ее Глаза Уже Повстречали Мои Сквозь Время Струилась Небес Река И Вынесла Нас На Плес И Лодка Легка И Свет Маяка Рассыпался Морем Звезд И Лодка Легка И Свет Маяка Рассыпался Морем Звезд В Горах Колорадо Сырая В том Что Опять Повезло Дело В Ее Горах Приятел Не Стоит Спорить С Глупцом Что Я На Болотах Рос И Летчик В детстве Не Был Птенцом На Суше Рожден Матрос В Горах Колорадо Ставил Я След И Принял Благую Весть Принял Приятел Не Там Хорошо Где Нас Нет А Там Хорошо Где Мы Есть Приятел Не Там Хорошо Где Нас Нес А Там Хорошо Где Мы есть Той зимой застыли реки И заснеженные веки Опустили ели на глаза Просыпались звезды в небе Отражаясь в лунном снеге И над лесом плыли эхом голоса Просыпались звезды в небе Отражаясь в лунном снеге И над лесом плыли эхом голоса Где царил покой и нега Ветви сбросив шапки снега Рвались ввысь к вершинам красоты И на берегу пустынном В тростнике сухом и длинном Спали лодки белые киты И на берегу пустынном В тростнике сухом и длинном Спали лодки белые киты Все застыло невесомо Паутинкой возле дома Протянулась тонкая лыжня Две черты век мироздания Две судьбы одно признание Золотое на исходе дня И с тех пор друзей нестрогих Обиваю я пороги И прошу рассудку вопреди Дайте в прошлое вернуться Посмотреть, как ветви гнутся Как тихонько плачут лодки у реки Дайте в прошлое вернуться Посмотреть, как ветви гнутся Как тихонько плачут лодки у реки Спасибо большое Сейчас мы споем последнюю песню Первого отделения Собственно говоря, она так и называется Последняя песня Старое фото Блеклые лица В карих глазах Призрачный дым Все отзовется Все повторится Жаль не со мной С кем-то другим Дни пролетают Тянутся годы Тянутся годы Реги забвенья Привычно манят Я никогда не войду в эту воду Не для меня Мы оставляем Все 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 Что любили В светлой дали В разных мирах Сон Сон Оказался Я бью И пылью Пылью Дорог Пеплом Костра Ветер Пустыни Туманные Горы Море Огней И сияние Дня Я Я Никогда Не вернусь В этот город Не для меня Мы собирали Счастье Крупицы Сеяла Сида Желтый Песок Знаешь Сестрица Мне не набиться Из Родника Что Пересох Стать Мы могли И Желанней И Ближе Но Испугались Как Дети Огня Я Никогда Больше Вас Не Увижу Не для меня Собственно все Впрочем Если Быть Честным Все Внутрен Трава И Синева Я Никогда Не Писал Этой Песни Просто Напел Чьи-то Слова Все Что Прошло Кем-то Прожито Прежде Все Что Пройдет Наши души Хранят Я Никогда Не Расстанусь Надеждой Не Для Меня Трава Аплодис Скоро Да Прямо Минут Через 10 Не больше Через 15 Продолжение следует